Мы говорили о том, что личные границы очень сильно зависят, первое, вот насколько мы правильно оперируем энергией любви, надо превращать зависимость в служение, это очень важно. И нужно очень сильно учиться зависеть от Бога. Надо учиться молитве, чтобы от Бога брать вот эту энергию, наполняющую человека чувством собственного достоинства. То есть настоящее чувство собственного достоинства – это не то, что я себя люблю, как некоторые люди говорят, как психологи современные говорят, полюбить себя у тебя все получится в жизни, это полное предятие вообще. Потому что самолюбие или полюбить себя – это отрава, которая разрушает жизнь человека. На самом деле чувство собственного достоинства обязательно нужно, но оно работает по-другому. Когда Бог в сердце, который находится у каждого человека, подтверждает человеку, что он классный, вот это и дает человеку силу показать это всем. Ну то есть фактически ты становишься легитимным человеком в отношениях с людьми, если Бог тобой доволен. Поэтому и надо соблюдать заповеди, делать все так, чтобы Богу нравилось. И надо вот это изучать, реакцию сердца внутри. Как я поступаю, изучать реакцию сердца – это очень полезное знание. Потому что если ты будешь чувствовать, как Бог, доволен тобой или нет, то в жизни очень многое, что поменяется. Допустим, человеку скажет, что ты там свинья, а он посмотрит в сердце и поймет, что нет, Бог считает, что я не свинья, нормально все у меня в жизни. Ну то есть другими словами, человек, который чувствует реакцию Бога, он очень устойчив в жизни, в любом влиянии. Там кто бы что ни сказал, он не реагирует. Он чувствует себя комфортно. Это и есть чувство собственного достоинства. Оно неправильно названо. Это можно было бы назвать чувством достоинства, идущего от Бога, а не собственного достоинства. В общем, у человека, у каждого есть эго. Или иго, как это в древнем языке, да? Ибо иго – мое благо. Ну то есть у Иисуса Христа, у него иго было благо. То есть его чувство собственного достоинства было направлено на людей. А время – мое легко. То есть время означает, что нет судьбы. Время – это судьба. У него не было судьбы. Он пришел для нас сюда. Поэтому иго его было правильно проработано. Оно было направлено на счастье других. И оно поэтому несло благо. Вот наша иго не всегда благо несет. Понимаете? А его всегда благо несло. Время – это было легко, потому что судьбы не было никакой. Он родился для того, чтобы отдать себя людям пожаром. Вот человек должен к этому стремиться. Он должен пытаться свое чувство собственного достоинства потихоньку исправлять. Это не быстрый путь. Надо исправлять, становиться самодостаточным, зависеть от Бога, почувствовать себя достойным. Потому что многие люди чувствуют себя, ну как бы, с прошлой жизни. Вот ему идет ощущение, что я плохой. У другого идет ощущение, что я крутой. У третьего еще что-то. На самом деле эти ощущения – все иллюзии. Потому что человек должен воспринимать себя в соответствии с тем, что происходит. Вот события происходят в жизни. Ты все правильно делаешь, значит ты хороший. Неправильно раскаяться – тоже будешь хорошим. Плохих людей нет. Просто есть люди, которые неправильно живут. Не раскаиваются, не выверяют свою иго или эго. Вот. Поэтому нужно следить за собой в этом плане. И делать так, чтобы иго было благом. А время, чтобы было легко, надо помеждать судьбу, отрабатывать ее, очищать свое сознание. И что такое границы? Это когда ты уже по-доброму относишься к людям. А по-доброму – это не человеческая сила. Доброта – это энергия Бога. Это его сознание. Это не сознание человека. Есть такое понятие – сознание Бога. И вот в человеке должно жить сознание Бога. Это означает, что как бы к нему ни относились, у него должна быть доброта в сердце. Просто бывают два вида доброты. Один вид доброты – это когда человеку положено, чтобы к нему по-доброму относиться. А другой вариант – он нарушил заповедь. Ну, то есть люди могут ошибаться от не нарушения заповедей. Нарушение заповедей – это измена, предательство, убийство человека, грабеж там. Ну, то есть, когда человек сделал поступок, который заводит его за красную линию, то за этой красной линией его надо наказывать обязательно. Понятно? То есть нет вариантов, он не вернется назад уже. И тогда надо внутри доброту к человеку сохранять, а снаружи – строгость. Вот, допустим, взять… Всегда есть что-то снаружи, а есть внутри. Вот когда мы идем на работу, то у нас снаружи должна быть строгость всегда на работе, а внутри – доброта. Запомнили? Вот деловые отношения означают – снаружи ты чуть расслабился, снаружи у тебя доброта пошла, человек обнаглеет, тебя обманет. Снаружи – строгость, внутри – доброта к людям. Домой, когда приходишь, снаружи – доброта, внутри – строгость. Всегда по-доброму относись, прощай, терпи, а внутри – следи за человеком. Пойми, что как бы все люди склонны глупости делать. Не надо следить за человеком внутри. Не следить, чтобы не перешел черту, красную линию. Не давать человеку возможности измену, предательство совершить там и так далее, потому что он потом пойдет под откос. Никто ему не поможет, пока он сам не исправится, не раскается. Когда человек зашел за красную линию, то это меняется. Внутри становится доброта, а снаружи – строгость. Близкому человеку уже. Меняются отношения. Вот это и есть дистанция. Запомнишь, что это дистанция? Это внутри доброта, а снаружи – строгость. А в обычной жизни – наоборот. Ты всегда терпишь, прощаешь, принимаешь человека, заботишься. Но когда он за красную линию зашел, он не зашел за красную линию. Это просто сбой системы. Да, то есть за красную линию – предательство. Человек предал, там другая девушка появилась. Тогда внутри доброта, а снаружи – строгость. Дистанция означает строгость. Когда же надо жить раздельно? Когда ты не можешь жить вместе. Человек теряет себя. Близкий человек избивает, допустим, унижает. Ворует, предает. Ну, то есть он не дает тебе нормально жить. Тогда уже дистанция и территориально увеличивается. Когда за красную линию человек переходит, тогда уже ты не можешь. Некоторые пытаются вместе жить, но это очень опасно. Потому что если человек вышел за красную линию, зашел, он предал тебя, а ты живешь с ним вместе, то ты, иго твое, не будет уже нормально работать. Ты станешь униженным. Он тебя втаптывает в грязь в присутствии своем. Ты не сможешь, ты сгораешь. Это как жить рядом с раскаленным бревном. То есть оно горит, а ты его обнимаешь. Точно так же, человек предал, ты не можешь в близкие отношения с тобой. Ты можешь жить в одном доме, допустим, в одной квартире, но близкие отношения нельзя остроить, если человек предал. У тебя психика начнет разрушаться, у тебя унижение, униженный человек означает неудачный. Неудачный. Кто такой неудачный? Человек, у которого чувство собственного расстройства куда-то ушло. Или гордость появилась, или унижение, или суета, или разочарование, или в женскую сторону сильно пошло эмоции человека, или слишком мужскую пошло, в другом стало. В любом случае, это уже значит, что он не может быть успешным. Ни любовь не притянется к нему, ни деньги, ни власть, ни слава, ничего. То есть он становится просто пустым. Не в коньяк вору. Это когда червяк в кишечнике сидит, человек кушает, а не поправляется. Ни в коньяк вору не говорят. Вот когда у человека чувство собственного достоинства не стоит на месте, у него как червяк кишечник, но только в его жизни уже, а не в организме. Он много чего делает, а ничего не получается. Сейчас песенку послушаем, как он живет, ну, чтобы вы не скучали. Все, это не актуально. Остров невезения! Ладно, там живут несчастные люди-кари, на лицо ужасные добрые внутри, как видел, не ловится, не растет кокос, плачут Богу, молятся, не жалея слез. Это чувство собственного достоинства ушло не туда, куда надо. Что поддерживает чувство собственного достоинства? Бог поддерживает. Как его удержать посередине? Молитва. Поэтому люди молились по памяти Бога, вводят сначала человека в состояние спокойствия, а потом доброты. Доброта без спокойствия не бывает. Когда человек обеспокоен чем-то, он перестает быть добрый. Доброта означает сначала спокойствие, то есть ты перевариваешь судьбу сначала, а потом начинаешь входить в состояние, универсальное состояние правильного поведения, отношения к жизни, к людям, ко всему это доброта. Универсальная мощная сила Бога, дающая человеку успех в жизни. Поэтому именно об этом говорил Иисус Хриистос, что семь раз простить, сколько мне раз простить? Семь нижды семь простить. Ну то есть это называется доброта, доброта, то есть ты как бы, твой статус-кво это доброе отношение к людям. Доброе отношение дает возможность выбрать дистанцию правильную. Твои границы будут защищены, потому что ты когда по-доброму относишься к людям, ты тогда можешь по-настоящему его оценить. Только доброта по-настоящему оценить человека. Когда ты по-доброму относишься, на вождение все уходит. Допустим, если человек нормальный, ты это почувствуешь. А если он тебя разрушит, тоже почувствуешь. Доброта, она пеленкует хорошо человека. Если человек нормальный, он на доброту реагирует как? Добротой. А если он ненормальный, то ты тоже увидишь, что добротой не реагирует на доброту, значит нужна дистанция больше. С этим человеком нельзя открывать сердце, нельзя дела делать, нельзя какие-то отношения прояснять в это время, если он не в добром настроении. Это может быть стабильно у человека на всю жизнь, а бывает временно. И ты просто добротой человека тестируешь, но чтобы быть добрым, надо сначала быть спокойным. А спокойствие идет от Бога, от памяти о Боге. Вообще есть три вида спокойствия. Один вид спокойствия идет от природы, это называется хорошее настроение. Хорошее настроение – это энергия природы. Человек на природе побывал, у него хорошее настроение. Это первый вид доброты. Второй вид доброты от вас идет. Вы сейчас лекцию слушаете, от вас идет доброта. Это лечебный процесс. В зале есть на какое-то состояние лечения, вы друг друга лечите. Но все плоды мне. Все говорят, спасибо, Олег Иванович, а сами все друг друга лечат. Потому что вы по-доброму настроены и друг другу даете силы. Это фан. Вот. Как это говорят? Оркестр под руководством такого-то. Люди играют, он просто мажет руками и все плоды ему. Вот. Это Леонатанин. Доброта – это основа для нормальной жизни. Но перед спокойствием и перед добротой есть еще одно звено, которое работает в экстремальных ситуациях. И это самое сложное звено. Это звено называется принятие. И принятие – это фактически означает переваривание судьбы. Вот. Ну, как бы, я этот пример сейчас вам расскажу, но, как бы, это просто говорить о переваривании. Один питон, это я фотографию видел, видосик, он решил съесть дикобразов. Ну, как питоны едят? Они накручиваются вот так. Ну, он засосал дикобраза, как бы, а дикобраз, он же весь из иголок состоит. Ну, и, как бы, он пока засасывал дикобраза же иголки в ту сторону, и он, как бы, его начал потихоньку проглатывать. Ну, как-то там иголочка какая-то, видно, уколола как-то, может быть, она что-то развернулась, не так. И у питона, ну, немножко так сработала отрыжка. И все иголки проткнули его тело потом. Ну, чем больше отрыжка работала, тем больше они вылазили наружу. И так питон погиб смертью храбрых, потому что не переварил карму, которую засосал. Понятно? Поэтому принятие судьбы означает переваривание человека, с которым ты находишься рядом, директора завода. Переваривание, нужна сила для переваривания. Некоторые люди говорят, как мне это, я не могу. Это значит, тебе не хватает силы. Вот бывает, что-то съел, и так, и, 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 что надо делать? Ну, как бы, как, самое лучшее, если иголки не наружу, то можно просто, и все. Я разорка, господин юморист страшный. Я разорка, но летом я иногда кушаю мороженое, чтобы снять жар, я перегреваюсь, что идет протакт с людьми сильный, поэтому перегрев идет. Ну, я в Краснодаре перед лекцией съел вишнего мороженого. У меня остановилось пищеварение, а я читал лекцию по самоконтролю. Я рассказываю, говорю о том, что надо питаться правильно, что надо регулировать свою жизнь, и у меня такой пошло, короче. Я говорю, можно я сейчас извиняюсь, мне надо сходить в туалет? Я пробежал, и там мужчина тоже вышел в туалет, в соседнюю кабинку, и он слышит, я там начал пугать унитаз. и вот. То есть, у меня рвотный эффект пошел. Прикольно? Ну, и вот если, допустим, ты не можешь переварить близкого человека, люди в основном сразу рвотный эффект вызывают, типа, пошел ты нафиг, я с тобой жить не буду. А вот если с пищей это не можно сделать, то в личной жизни это получается эффект дикообраза, то есть, ты его пытаешься выплюнуть из своей жизни, а иголки наружу. Вот. И то есть, выплюнуть нельзя, надо переваривать. А чтобы переваривать человека, нужно неподвижное положение тела, вода, длительное движение. Вот и смотрите, что бы ничего вам, вы почему принять человека не можете вы? Есть три варианта. первая обида, обида, значит, вода, неподвижное положение тела. Второе, безысходность, не могу, у меня нет сил с ним жить, не могу, не знаю, что сделать. Тогда длительное движение. И третий вариант, это разочарование в человеке, плохое настроение, то есть, это как бы, все плохо, тогда пост, или солнце, или баня. Ну, токсины выводим из организма. У меня все плохо. Да иди ты, бань. И это правильно. Значит, принятие начинается с аскез. Аскезы, это основная сила такая, которая дает возможность тебе жить. Вот у тебя это все плохо с человеком с близким, или на работе. Люди большинство думают, работе плохо, значит, как бы, как это, если водка мешает работе, бросил нафиг работу свою, да? На самом деле, если чуть работе что-то не так, люди сбегают сразу. А может быть, у вас вам подходит эта работа, откуда вы знаете. У вас просто не хватает принятия, энергии не хватает. Ну и переварите, прежде чем бросать, переварите работу. Вот, допустим, первая стадия принятия работы, вторая стадия спокойствия, третья стадия доброта, а после доброты уже понятно, работать там или нет. Тогда у тебя не будет сомнений, если доброта уже есть, и там все равно все плохо, значит, это не твое место. А бывает, люди ошибаются, они бросают, а там еще хуже потом, потому что, ну, просто надо переварить, что-то принять. И поэтому аскезы, молитва, добрые дела. Зачем, как добрые дела помогают переваривать? Благословение приходит. Есть разные типы добрых дел. Вот, допустим, когда человек повторяет, я желаю всем счастья, желаю всем счастья, он убирает у себя энергию подавленности, пессимизма. это солнечная энергия. Я желаю всем счастья, и ты все от солнца впитываешь. Вот. Второй тип благотворительности, это когда человек кормит людей, дает им силы жить. Это ты увеличиваешь себе волю, у тебя энтузиазм появляется, ты накормил людей, у тебя хочется что-то сделать. Ты кормишь людей силой, и получаешь силу взамен. Если кормишь счастье, получаешь счастье. Я желаю всем счастья, получи счастье. Кормишь силой, получаешь силу, у тебя прорываются события, тебе легче делать. И третий тип благотворительности, это когда ты помогаешь людям, советом, знанием своим, у тебя его совершают. Это благотворительность дает осознание человека. Я как-то молился Богу узнать, что же я такое сделал в прошлой жизни, что люди все слушают мои лекции. Может я мудрецом каким-то был, нехай было его очень интересно узнать. И Бог не дал знания, что я получил знания все от людей. Я просто хотел в прошлой жизни ушел из жизни в концлагерь и сильно хотел людям помогать. Я начал людям помогать, вкладывая в них, а они дают мне знания. Я помогаю не помогая больше узнать. И так пошло, 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 пошло. То есть когда человек дает людям знания, подсказывает что-то, Бог ему дает знания. вот эти добрые дела дают возможность переваривать судьбу. Она тоже там какое-то препятствие есть, или тебе не хватает знаний, или счастья не хватает, или не хватает силы. Сил не хватает корми людей. Знания не хватает, говори советую. Ни одна знакомая не могла замуж выйти. не хватало знаний, как выйти замуж. Она открыла жесткий кружок для того, чтобы помогать женщинам выйти замуж. Вот теперь у меня вопрос, кто из этого кружка первый вышел замуж? Она сама. Человек начал сапоги делать, у кого первых будут сапоги? У кого первых? У него самовод. Сапожник без сапог значит еще не развился, сапожник. Денег на сапоги не хватает. Это добрые дела. Они тоже переваривают судьбу, помогают. Особенно если человек это поставлено хорошо на потоке. Он уже тренировался, плохая судьба пришла, он чувствует, сил не хватает. Пошел, накормил людей, силы появились и все сделал. Вот чувствует знание не хватает. Начал советовать всем, помогать, знание пришло. Или чувствует, не хватает счастья, начал желать всем счастья. Надо научиться пересиливать себя, тренироваться в этом направлении. И третье это молитва, связь с Богом. Это самая фундаментальная вещь, потому что она человеку помогает переварить судьбу. Иисус Христос сидел под Оливковом саде целую ночь перед событием. Можно было переварить всех людей страдания. Не просто же, да, вот такое принятие, чтобы всех людей переварить сразу. Поэтому те люди, которые верят в данном случае Бога в такой ипостаси, они легко принимают судьбу, у них есть такая сила, что Бог в разных ипостасях приходит. Вот допустим мусульмане получают храбрость и достоинство, а христиане получают способность принимать судьбу, переваривать. Та же песенка есть на эту хорошая песня. Здесь интересно, вот как Он в Иисус Христос пошел, Он же не отказался от своего понимания вещей, Он принял страдания, но достоинство свое не погубил, сохранил, да, вот это называется правильный путь принять, человек должен сохранять достоинство, силу внутренне, но может пожертвовать принятием ситуации, не наказывать, не разрушать, потерпеть, подождать, но при этом сохранить себя, это энергия Бога дает такую вещь, сам человек не может это сделать. Сначала принятие, потом спокойствие приходит, если ты принял, все правильно сделал, если неправильно, спокойствие не придет. А потом доброта, когда доброта в сердце появилась, к людям, к обстановке, к начальству, близкому человеку, все, ты Богом защищен полностью, и дальше тебе свои границы выстроить несложно. Для этого надо просто с добротой начать общаться с человеком, вести себя с добротой, и он сам тебе покажет границы. Если он реагирует по-доброму, значит, границы близкие. Если он реагирует нейтрально, холодно, значит, чуть подальше. А если он агрессивно на дабораторию реагирует, значит, еще дальше. Еще дальше означает ничего не выяснять, ничего не прояснять, не открывать сердце, просто жить рядом, выполнять свои обязанности, не трогать человека. Есть два варианта, как не трогать. Первый вариант, он вообще не сможет никогда нормально себя вести, если он не изменится внутри, а изменить его может только горе в данном случае. Или второй вариант, это плохой период, который надо переждать. Второй вариант, чаще всего, это 90%, вряд ли вы будете выбирать себе невежественного человека. Обычно невежественные люди невежественных людей выбирают. Ну, это там косяки вместе живут, еще что-то такое. когда другой уровень совсем сознания. Но бывает, ты человека выберешь хорошего, а он ведет себя плохо. Как у меня один мужчина говорит, Олег Геннадьевич, я вот одну девушку взял, она спилась, хотя была нормальная. Вторую взял, она спилась, хотя была нормальная. Третью взял, она спилась, хотя была нормальная. Не четвертую брать? я говорю, а можно попросить? Он говорит, да. Я говорю, чем вы занимались? Какая у вас была деятельность раньше? Он говорит, да, я в девяностые приобрел спиртзавод себе виноводочный. А потом мои дружки пришли ко мне и говорят, или жизнь, или забот. Им отдал забот, жизнь сохранил. Но осадочек остался в виде судьбы. А судьба будет действовать там, где слабое. Вот кого-то по здоровью долбанет, кого-то по работе, а кого-то по личной жизни. Вот его по личной жизни долбануло. Не надо сейчас молиться, добрые дела делать, чтобы переварить судьбу. Что ты если сейчас опять будешь брать, опять 25. А Господь тебе кого покажет, какую девушку покажет? Которую положим. Значит, она тебе откроет в ней божественные качества. А кроме божественных же у нее еще человеческие есть. Он тебе их не откроет. Мы же божественные друг другу видим. Почему видим? Потому что Бог открывает. Почему Он этого человека открывает? Потому что тебе так положено. У тебя такая судьба. И вы спрашиваете, это моя судьба или нет этот человек? Потому что не нравится то, что получилось. Судьба никогда не нравится. Всем людям нравится только когда все кока-кола. А чтобы было плохо, тогда уже не нравится. Олеги, значит, наверное, не моя судьба, да? Ну что же вы тогда с ним сошлись? Бог и показал человек. Все. Значит, твоя судьба. И дальше переваривать надо, успокаиваться, добрые отношения. А потом уже выстраивание границ. Если человек по-доброму с тобой себя ведет, ближе отношения строй. Если он занят деловой сильно, нет времени на тебя, не открывай ему сердце, не поверяй сокровенное, сердце будет больно раненым. Потому что ему некогда не до вас будет. Человек, который живет вот этим не духовным, не глубоким счастьем, а поверхностным, человеческим, он сильно занят деньгами, властью, славой, работой. Он не сможет вас понять, ваше сердце не сможет понять. Глубину сердца такие люди понять друг друга не могут. они строят деловые отношения семейные. У них нет близких отношений, поэтому дистанция не может быть слишком близкой. Вы не сможете общаться с сокровенным с такими человеками. Нужно время. Вы начните жить правильно, он постепенно тоже поменяется в этом плане. Это нужно время. жизнь. Жизнь страсти означает человек не то считает счастьем. Он сильно увлекся самосохранением. Понимаете? Когда человек сильно увлекается, уже некогда любить друг друга, некогда заботиться, некогда верить, некогда испытывать счастье. Все. Времени нет. Надо работать. Переключать тумблер надо. Расставлять себя в воду залезть. А бывает так, что некуда залезть. Меня вот здесь на мойке сели, там, ну, центр, вот отсюда действует пешком, центр самый Питера. Очень красивая квартира. Женщина слушает мои лекции и мне предоставляет. Приезжаю. Хоромы такие, лувр. Вот. И некуда. Я весной приехал сюда, в Питер, просто приезд. А перегрузка сильная. Там уже растаял лед на мойке. поздняя весна. Там спуски есть, куда запускаются для того, чтобы сесть на лодку. Ну, все говорят, здесь нельзя купаться, грязная вода. Ну, а вода везде хорошая, понимаете, везде. Если она тебе кожу не разъедает, значит, она полезна. Люди боятся, думают, грязная. Ничего грязного, это природа. Я взял на мойке там 4 градуса, лед льдиный плавает вокруг. Спустился и сижу. Люди там стоят, смотришь, а реку говорят, о, мужик залез, смотри. Вот. Я из дома вышел, залез, пять минут посидел, все, все пять слоев прочищены, 4 градуса вода прекрасно. Выхожу прямо в этих шорках, иду, красный весь. Мужчина подвигает, люди очень заботливые. Говорят, вас ограбили, ограбили. Я говорю, у меня украли усталость, мойка, говорю, украла все. Усталость, стресс и все. Ну, то есть, сильно, когда желание есть очиститься, то ты просто пренебрегаешь уже, как правилами идешь, но это не то, что я вам пример привел, сейчас, у вас милиция, естественно, но это знаете почему, потому что была весна, еще не было движения, там, сейчас-то понятно, если ты сделаешь, тебя штрафуют, а тогда лодки не ездили, просто опустился в воду, пять минут в ледяной воде, и ты полностью восстанавливаешься, понимаете, от перелета. Так действует природа. Это удивительно просто. Я просто привел пример, как можно пользоваться, если у тебя переключатель работает, я знаю, что мне надо, а вы многие же даже не знаете, вы забыли это, у вас не хватает таких возможностей, сил внутренних, даже опыта, тренировки не хватает. Кто из вас сейчас сможет поверить, что если вы залезете в ледяную воду на пять минут, что вы не умрете после этого? Кто из вас поверит? Мои хорошие здесь пять человек. Вот. Я вам сейчас расскажу. Я в Казани, летом это было, где-то месяца полтора назад, где-то два месяца назад, начало лета было, июнь месяц. Я приехал в Казань, там читал лекции, на лекции пришло 150 человек, из них 65 человек со мной поехали на Голубое озеро, там есть, вода в нем 4 градуса. Это родники. И вытекает вода, речка такая небольшая, там 7 градусов. И вот на этой речке стоит баня. 65 человек, все дети, взрослые, все залезли в воду и стояли там в воде, ну там, по-моему, 7 где-то минут нужно было, чтобы очистить, к такой температуре, все психическое тело. А потом мы все в баню пошли, там большая баня такая, и все заполнили, заполнили баню. Потом 5 в воду, и не говорят, как заново родились. Там на самом деле всего в такой длиной воде одна минута тяжело стоять, потом расслабляет тело, сковывает вот так, и все. Представляешь, ничего не чувствуешь. А лечение колоссальное идет, и ничего не отмерзает, не отваливается. врачи говорят, почки отваливаются. Если очень нагибли, это значит сильное статическое напряжение. Значит, надо начинать с, вот если судорога, прямо ты заходишь, с сутрогой сводишь. Значит, это блоки сельезы. Одна женщина недавно, ну, когда я ездил в Шатты, она тоже, там тоже в бане постоянно снимется всеми, там у них есть холодные такие купели в бане, и мы практиковали вот это. И одна женщина из всех не смогла зайти, не смогла зайти в воду, потому что, как я увидел, она просто заходит, и судороги жесткие мне в тебе, жесткие просто судороги, она несколько раз пыталась, так и не зашла. Это значит колоссальные силы статическое напряжение. Потом я узнал, что у нее однополый брак. А это как раз и есть вот эта проблема. Статическое напряжение на пятом слое, это сильная чувствительность, которая может пойти в противоположный пол, и у человека нет возможности даже любить противоположный пол. Это тоже блок на пятом слое статическое напряжение. Вот что и требовалось доказать. И она мне потом на консультации спрашивает, как мне вот с этим избавиться. Я говорю, вот, закаляйся, то есть если она в прорубь начнет заходить и статику делать на 65 минут, через полгода до свидания гомосексуализм. Потому что эта проблема именно статического напряжения. Человек не переносит просто противоположный пол. И это уже не первый случай у меня, когда я это убедил. Это много людей уже получили такие советы. Поэтому вот представьте себе насколько мы страдаем от того, что у нас нет нормальной энергетики в организме. что люди меняют пол, разрушают семьи и все прочее. Это нехватка энергии природы. Так действует сейчас на человечестве. Поэтому я уделяю колоссальное внимание на лекциях к этому вопросу. Обязательно на лекции об этом чуть-чуть говорю всегда сейчас. Надо питаться природой. Каждому человеку учиться правильно жить. путь. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!